уважаемые предвидима коллеги наше сегодняшнее сообщение с позиции клинициста как мы понимаем понятие дженерик отличие от биосимиляров или биоаналогов и клинические исследования дженериков ну вот понятие которое нам представляет совет евразийский совет экономической комиссии о правилах регистрации экспертизы лекарственных средств вот такое значит понимание дженерика ну а проще вот так как здесь написано это препарат который создает такую же концентрацию действующего вещества что и оригинальный препарат в точке приложения микрофоном все время проблемы точки приложения какие основные требования дженерика но здесь аудитория думаю что большинство работа дженериками так практически вот потому что много препаратов онкологии дженериков но мало может быть недостаточно работают в исследовании дженериков значит те же активные вещества такая же дозировка аналогичные вспомогательные вещества способ ведения условий использования то есть полный аналог с оригинальным препаратом но как бы здесь такому схематическое выражение что в оригинальном препарате референтном препарате это история это много много пас исследования это уже реклама и знание врачей о том что готовится это новая лекарственная препарата уже многие участвовали в этих исследованиях различных фазах особенно в третьей фазе там так дальше дженериком как бы это новое препарат но он направлен как бы на реальную жизнь и практическое использование онкологии часто вот дженерики и так врачи понимают также как и биоаналоги но у нас появились биоаналоги в частности аналоги там допустим герцептина тастазумаба и других препаратов и считает что это тоже дженерик на самом деле есть существенное отличие во-первых в исследовании этих препаратов стоимости и в результатах значит дженерики это обычно все-таки относительно простые это с к молекулам например там 5 второго копирка 5-цитабин к силу ада известная вам вот и мы сравниваем с биосимиляром где обычно моноклональные антитела там дадут от 3 тысяч до 25 тысяч атомов сложная молекула сложные вообще подходы к исследованию и стоимость разная если средняя цена получение дженерика препарата от 2 до 5 миллионов то биосимиляра до 100 миллионов и выше но в случаях дженерика последующее снижение цены там закупочной для министерства для правоохранения на 70 процентов ниже а в то же время биосимиляр только на 20 процентов то есть и экономические аспекты тут разные но и помимо биологических отличий значит какие особенности исследования дженериков как они выходят вообще в жизнь по сравнению с оригинальным референтом препарата но вы все знаете участвовали в этих исследованиях когда несколько фаз доклинических исследований при исследовании оригинального препарата там первое несколько фаз клинических исследований включая там в том числе оценка токсичности препарата вторая фаза без рандомизации 2 без условной рандомизации и наконец третья фаза и последующие когда исследуется в условиях высоких рандомизаций, других способов получения оценки эффективности не существует и не признается ни ВОЗ, ни Международным протираловым союзам, ни Международным агентствам по изучению рака. Ничего, кроме рандомизации, лучшего не придумано. А дженерик относительно простая, в сравнении с референтным препаратом, поскольку уже препарат известен, изучен, так называемая оценка биоэквивалентности. Как дает понятие биоэквивалентности тот же самый совет евразийский? Вот это такой сложный текст, но основная идея заключается в том, получить такую же биоэквивалентность с точки приложения действующих препаратов. Например, если речь идет о гормональном препарате, допустим, о томогсифене, такая же концентрация в рецепторах эстрогенов, то есть подавление или разрушение рецепторов эстрогенов. Ну, я уже не говорю о других препаратах. И оценка фармакогенетики по биоэквивалентности. Вот если она совпадает, как вот слева, то это, конечно, биоэквивалентный препарат. То есть он соответствует оригинальному препарату. Там допускается отклонение до 100%, но вот в этом случае здесь показана идеальная ситуация, когда полное совпадение эквивалентности. В России, начиная с 2013 года, устойчивый постоянный рост оценки биоэквивалентности и получения дженериков. Ну, вот был всплеск в 1937-2012 году. А сейчас наблюдается абсолютно рост исследований. Известны вам препараты в онкологии. Тут и ингибиторы ароматазы, и химиопрепараты, и препараты, так сказать, другой направленности, но широко применяемые в онкологии, в клинической практике. Исследования дженериков допускают участие здоровых добровольцев. Вот, скажем, при сравнении за 5 лет, 136 исследований. Около 40% это исследования на добровольцах. Вот, среди этих пациентов. Ну, какие особенности вот этих исследований? Ну, это относительно как бы короткие исследования. Это не требуется до клинической фазы 1 год, и клинической не менее 5 лет. А о некоторых препаратах 10 лет сейчас, по, как бы, касающейся, допустим, исследования гормональных препаратов до 10 лет. Здесь значительно, скажем, и большое количество заборов биобразцов, и очень важный пункт – предварительная работа с заказчиками исследований. В чем смысл? В том, чтобы получить полную информацию всех фаз исследования того оригинального препарата, с которым сравнивается, женерик. Как проходили первые там фазы? Какие были токсические последствия? Как, начиная с второй фазы, какие были уже первые ответы опухоли, ну, касаясь онкологии, на лечение? И в особенности, чем завершилось, вот, какие группы пациентов действительно, и в первую очередь нуждаются в этом лечении, и так дальше. И только вот после такой доработки, работы с, как бы, с этими всеми материалами, и, давайте, и с исследователями, которые участвовали, вот, идет разработка уже дизайна самого исследования, дженерика. Ну, надо сказать, что вот в нашем институте, мы, значит, нас, мы не включаем такие исследования добровольцев, так сказать, не практикуем это. Хотя у нас проводятся и проводились исследования биосимиляров, вот будет доклад Марии Шустровой, касающийся биосимиляров, вот, я слышал доклад в Амстердаме в прошлом году, там американка выступала, и, так, большой материал, и у нас, в общем, принцип, как бы, очень схожий, и результаты одинаковые. Вот, но для того, чтобы оценить дженерики, у нас уже выполнено 12 таких исследований, нужна, конечно, очень мощная такая команда, специальный центр, лаборатория, то есть, очень строгий контроль всех, так сказать, этапов этого исследования, и с тем, чтобы получить, в общем, качественный материал, идеал, и качественно заключить. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы? Николай Романович. Вообще, очень интересный заклад. 20% в Соединенных Штатах стоит в прошлом году. Но дело состоит в том, что мониторинг дженерики от завода до больного очень стройки. В Европе 50-60%. сколько он растеян и как ведется контроль. Женерики я поддерживаю не только с хорошим контролем качества. Когда и пациенты будут воспринимать женерики в полной мере отечественные же. или генерики, которые совместно с Астроном в Казахстаном. но если не уверены, то есть проблемы. Вот как это дело здесь? Дмитрий Михайлович, вот скажу, что касается начну с биосимиляров, потому что как бы тема, хотя это разные препараты, даже в Америке, где в общем как бы система относительно обеспечена для страховки, даже они пошли на исследование и дженериков получения, и биосимиляров. Ну, герцептин, там представитель компании РОЖ, они выпускают и в Америке, более дешевые, но они все-таки пошли на то, чтобы получить свой собственный американский препарат на своей территории, чтобы это все-таки удешевляло. Также и речь идет и о дженериках, но все-таки там 20% уже дженерики и продолжает это. Я не знаю точной статистики по Российской Федерации, вот мы показали 12 исследований, но конечно очень важно как бы доказать, во-первых, одинаковая эффективность, она доказывается при распространенных опухолях, очевидно, препарат действует, опухоль уменьшается в размере, но когда мы назначаем адъювантное лечение на 5 лет, уже после операции, допустим, мы не знаем эффективно ли этот препарат пока не пройдет 5 лет. И у пациентов это очень важно, каковы побочные эффекты. Многие пациенты, вы знаете практики, вот начали принимать дженерики, вот гораздо, вот хуже переношу. Хотя часто это вот, когда вот, подчеркивается, это не оригинальные препараты, врачи, говорят, я бы вам посоветовал оригинальные препараты, там, все прочее. Какие правила, допустим, в Германии? Пожалуйста, вы вправе, вы получаете бесплатно, и больничная касса возвращает стоимость лечения, если вы получаете дженерик. Вы хотите оригинальный препарат, пожалуйста, но оплачивайте сами. Очень такое четкое разограничение. Никто, и в большинстве странах, если уже появился аналогичный дженерик, не оплачивает лечение оригинального препарата. сейчас будет с герцептивным, или с другими гормональными препаратами, которые 5 лет, и так далее. Но вы абсолютно правы, что надо идеальный контроль самого исследования дженерик, биоэквивалентности, одинаковые концентрации в точках приложения, и, конечно, объяснение пациентам, когда они увидят, что они получают такой же результат пациенты, и надо работать с пациентскими организациями, они встречаются, вот Татьяна Юновна часто встречается, и объяснять им ситуацию, что там все то же самое практически, что и в оригинальном препарате. И это проведено сертифицированным, так сказать, учреждением, которое имеет право на проведение таких исследований. И контроль качества. И контроль качества. А вот это основной вопрос. У нас высокое представительство, сегодня участвуют. я думаю, что это прежде всего вопрос как раз представительства. контроль качества. Все таки это самый главный вопрос. Это самый главный. Но как вы участвуете в поляризации отечественных препаратов хорошего качества. я мало читаю про детали. Ну, будем писать. Мы пишем в принципе. повече отечественные. все отдали Елене Артольне. Вы догадываетесь, что у нас хорошие препараты. А они правда хорошие на эти препараты. Принятел хороший. Но это должно быть контролировано. Абсолютно согласен. Спасибо большое, Владимир Владимирович. АПЛОДИСМЕНТЫ